Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я хочу приготовить вкусную рульку в духовке. По цене получается как палка вареной колбасы, только это натуральный продукт, а в колбасе много химии. Для начала заливаем рульку холодной водой и оставляем на пару часов отдохнуть. Затем таким образом скоблим кожу и удаляем кость. У меня на канале есть еще много простых и вкусных рецептов. Ссылочки на подборки я оставлю в описании под этим видео. Мясо от кости отделяем аккуратно, чтобы не повредить кожу. Кстати, рулька у меня весом 1 кг. Теперь нужно равномерно распределить мясо по всей поверхности рульки. Для этого срезаем часть мяса в местах, где его много и перекладываем в места, где его нет или совсем мало. Затем отдельно в мисочку насыпаем 1 чайную ложку соли, добавляем молотый черный перец, пол чайной ложки паприки у меня с розмарином, пол чайной ложки острого перца, натрем 3 зубчика чеснока. Наливаем 30 мл растительного масла и все это хорошо перемешиваем. На самом деле специи можно добавлять любые, которые вам больше нравятся. Полученной пряной смесью натираем всю поверхность рульки. Теперь плотно сворачиваем ее в рулет. И обвязываем кулинарным шпагатом. Если у вас шпагата нет, то можно просто сложить в несколько раз обычную нитку. Обвязывать рульку нужно плотно, чтобы во время приготовления она не развалилась. Затем заворачиваем рулет в пергаментную бумагу. Далее заворачиваем в два слоя фольги. И отправляем в холодильник мариноваться примерно на 2 часа. Если у вас нет времени ее мариновать, то можно запечь и сразу. Перекладываем рульку в форму для запекания или на противень и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 2,5 часа. Когда рулька приготовится, ничего не распечатываем. В таком виде оставляем ее до полного остывания. Затем ее лучше убрать в холод еще на ночь. Посмотрите, какая красивая рулька получилась. Удаляем все нитки и можно нарезать на кусочки. Кажется, что в рульке мяса совсем мало, но, как видите, рулет получается достаточно мясной и прекрасно подходит на бутерброды или как дополнение к гарниру. Вес готового рулета получается 570 грамм. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!